Поздравляем Роджера Пенроуза с Нобелевкой. Ему уже 89 лет. Все мы видели треугольник Пенроуза, но больше он, конечно, прославился работами по чёрным дырам. Паркет Пенроуза. Где-то есть классная фотка Пенроуз на паркете Пенроуза. Впоследствии он, к сожалению, начал всякими фриковыми теориями интересоваться. Вот его фрикова теория. Conformal Sacric Cosmology. Но его нельзя отнести к фрикам, потому что он много за свою жизнь сделал того, что можно считать действительно наукой. И это действительно наука. И у него очень классные научно-популярные книги. Новый ум короля. Тени разума. Большой и малый человеческий разум. Он любит есть со своими лекциями по разным странам. В Москве он не раз был. Всегда носит с собой вот этот проектор, на котором показывают рисованные слайды. Очень интересно и архаично смотрится. Я был на одной из таких лекций его. Но он известен не только как ученый, но и как популяризатор науки. Я читал все его научно-популярные книжки и несколько научных. Новый ум короля. Советую всем почитать. Тени разума. Немного дополненная версия. Это дополненная книга «Новый ум короля». Новый фриковой теории. Дорога к реальности. Толстая книга с математикой. Цикл времени. Но это уже фриковой теория. Fashion, Face and Fantasy. Мода, вера и фантазия. Последняя его научно-популярная книга. Под фэшн-модой он имеет в виду теорию струн. Он читает её модной. Но, как он читает, не заслуживающий такого внимания. Face, вера. Под верой он имеет в виду квантовую механику. В квантовую механику верят, как верят в Бога. Но это тоже фриковая точка зрения, на мой взгляд. Ни одного аргумента просто нет, который бы не подтверждался квантовой механике и противоречил ей. И фантазия, фэнтези он имеет в виду современную космологию. Точнее, инфляционную модель. Ну, тоже фактически его общепризнанную точку зрения сейчас. Он отвергает всё современное. И квантовую механику, и теорию струн, и современную космологию. Ну да, так и хочется назвать его фриком. Но, с другой стороны, он сделал столько всего в прошлом веке. Вот список его достижений. Это и теория твистеров, которая, кстати, в теории струн применяется. И спиннетворкс, которая в африковой теории луп квантом гравити, квантово-петлевая гравитация применяется. И бомба из чёрных дыр. Диаграммы Пенроуза. Лестница Пенроуза. Много вообще чего, что он сделал, полезного для науки. Но большинство всего, что он сделал, но всё, что он сделал как учёный, было в прошлом веке, 60-70-е годы. И премию ему дали именно за доказательства теорем, которые он совместно с Хокингом доказал в 60-70-х годах. Ну и вот тема сегодняшнего видео. Процесс Пенроуза – это тоже результат тех времён. Пенроуз вдоль и поперёк исследовал общую теорию относительности. И он показал, что вращающаяся чёрная дыра, описываемая метрикой Кера, из неё можно извлечь энергию. Метрика Кера вот так описывается. Но суть состоит в том, что вращающаяся чёрная дыра утягивает из-за собой все тела, которые вращаются вокруг неё, вовлекает во вращение. И это можно использовать, чтобы извлечь энергию из этой чёрной дыры. Энергию вращения можно получить, как показал Пенроуз. Ну вот, например, если световой луч пропускать через такие зеркальные системы, которые совпадают с направлением вращения чёрной дыры, то можно получить, что излучение на выходе будет содержать большую энергию, чем изначальное. Происходит усиление, и эта энергия берётся за счёт... берётся из вращения чёрной дыры. Всё это был золотой период исследования чёрных дыр, 60-70-е годы прошлого века. Совместно с Хокингом они доказали несколько терем, за которые получили. За которые Пенроуз получил премию, а Хокинг не дожил. Странно, почему дали только сейчас. Хокинг всегда говорил, что он не доживёт до Нобелевской премии, потому что главное его открытие – это излучение Хокинга. Но оно настолько мало, что его зафиксировать экспериментально, но невозможно практически. А Нобелевку дают за подтвердившиеся экспериментальные результаты. Поэтому Хокинг думал, что он не получит. Но он её и не получил. Хотя Пенроуз получил за результаты 60-летней давности. Непонятно, как работает Нобелевский комитет. Яндекс при запросе процесса Пенроуза выдаёт процесс Бленфорда Знаека. На Вики даже нет русскоязычной статьи про процесс Пенроуза. Но это примерно то же самое излучение энергии из вращающейся чёрной дыры. Оригинальная статья Пенроуза в 1969 году опубликована, как и все его ценные для науки результаты примерно в этом периоде. Зельдович тоже занимался. Раньше советская школа была сильной. Если в Ютубе набрать процесс Пенроуза, тоже ничего. Пенроуз на лекции очередного фрика. Ему почему-то нравятся фрики, но у него самого несколько фриковых теорий есть. То, что мыслительный процесс подчинён законам квантовой физики, тоже сейчас считается фриковой теорией. Но пока ещё не на 100% это опровергли. Никто не знает, что такое сознание. Листая информацию о Пенроузе, я наткнулся вот на эту старую книгу «Космические рубежи теории относительности». 1977 год. Прям ностальгия. Я помню, лет 15 назад читал эту книжку. Интересно было. Здесь как раз и про бомбу чёрной дыру, и про процесс Пенроуза, и про диаграммы Пенроуза, и про всякие горизонты событий, метрики. Всё наглядно, без формул практически. Но в то же время корректно всё. Интересно. Вот экскаваторы эти знаменитые, которые показывают, как диаграммы Пенроуза получаются. Всем рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Диаграммы Пенроуза